Ребятки, да, приветствуем вас в Москве И вот вы знаете, пока мы в марте, в апреле сидим в России Поняли классную вещь У нас в стране куча крутых проектов Автомобильных проектов Мы показывали вам, помните, КАМАЗ Да, сделано в Нижнем Новгороде Вещь, автодом Показывали вам ШАМАН Сделан в Тверской области, вездеход Тоже крутая штука Показывали автодом ГАЗЕЛЬ Он, правда, сделан в Европе, но спроектирован в Питере Это тоже важно И вот пока мы все это снимали Мы нашли такое, что нас, мягко говоря, вот прям впечатлило Лоурайдер на базе Волги Это, правда, очень круто И сейчас мы посмотрим сразу три таких машины Будьте добры Парни, погнали Мощь, мощь, какой новый Гелик, какие Бентли, Бентайга Вот, вот где сила Дебяшки, в двух словах Что такое Лоурайдер? Ну, если очень коротко Это машина с очень низким клиренсом И сделана она прежде всего для того, чтобы произвести впечатление Кузов, да и не только кузов этой машины Мотор, а также подвеска, выхлопная система Часто покрываются хромом и даже золотом У этих машин нет мощных двигателей Они не для быстрой и агрессивной езды Наоборот, они как раз создаются для того, что называется круизинг То есть такая вот равномерная, приятная езда по городу И, конечно, главная фишка многих лоурайдеров Они умеют подпрыгивать А некоторые даже умеют ездить на трех колесах Причем очень эффектно В таком положении машина скребет по асфальту Но на местах соприкосновения Приклеены магниевые накладки Специально для получения искр Это называется скреппинг И мало кто знает Но с 2012 года в России, в Москве Существует клуб, в котором создаются лоурайдеры Он называется Бояре Вадим, привет! Привет! Слушай, рад! Спасибо, что приехали! Взаимно! Ну, первый главный вопрос Вообще, как, что и зачем? Как вы из Волги сделали вот это все? И зачем? Ну, сделали, чтобы выделиться Выделиться в потоке Чтобы просто покататься с ребятами В кайф Как бы есть традиционная культура лоурайдинга В Америке Да Вот мы через призму российских реалий Да Организуем ее на базу Волги ГАЗ-24 Почему Волга? Волга это единственный советский автомобиль Который, как бы, более-менее по размеру Подходит в лоурайдинг Вот, ну, разнообразие у нас есть Так же, скажем, вот 21-24 Да Разные поколения, так скажем Вот, их можно применять По чем взял? Смешная цена 25 тысяч рублей 25 тысяч? Да Что происходит дальше? Сколько времени занимает И какие вообще процедуры начинаются? Покупаю машину Так Ну, все формальности, соответственно Так, умирали на себя А дальше уже начинается процесс творчества Первым делом, ну, естественно, техническая часть Чтобы машина была на уверенном хорошем ходу Ну, не так уж и плохо Ну, нет А сколько объем? 2,5 литра Если быть точным 2,445 В таком положении машина может ехать? Нет Вот в таком Это только стоячая Это парковочная Потому что у нее двигатель сейчас на земле лежит Вот я смотрю Вот что-то там прям Видишь? Касается почти Там балка лежит на земле Мотор-то на балке стоит Балка лежит на земле Лонжероны передние тоже лежат на земле А задние лонжероны уже лежат на мосту Все, ниже нет Ну, нет Технически можно сейчас поехать? Нет, нет Потому что в подушках обязательно должно быть давление воздуха Потому что если его не будет Подушки перетрутся И, соответственно, придут в негодность Что превращает машину в лоурайдер? Первым делом, это диски 90% вида автомобиля Это колесные диски И они должны сочетаться с кузовом С линиями кузова Почем диски? Именно эти вышли в 18 тысяч рублей На самом деле, такие диски новые стоят от 100 тысяч Бэушные они стоят, ну, примерно на нашем рынке 50-60-70 тысяч После колес, что дальше? Подвеска, да? Стоит пневмоподвеска быстрая на 4 контура Что значит быстрая? Соответственно, пропускная способность воздуха Клапана 1, 2 в дюймах И, соответственно, это сечение, по которому проходит воздух И поднимает машину И если большое, хорошее давление, она быстро поднимется Это важно прям? Конечно Я видел на ютюбе, вот эта машина прыгает Прямо почти 80-70 градусов встает Это нормально? Да, это нормально Это так может? Нет, это, к сожалению, так не может Там, во-первых, у них другая подвеска Это гидроподвеска И это хопперы Это вообще отдельная тема Это отдельная тема У них есть соревнования Поэтому, где кто выше прыгнет, как выше прыгнет Я видел даже видео, где они просто переворачиваются на крышу Это наклейки, да? Нет, это краска Это краска? Это краска Вы так красили? Это красили Красиво Это ручная работа По чем встала покраска? Ну, покраска с ревилдом кузова встала примерно 300 тысяч Сколько вообще в машину вложено? Вот в 25 тысячах В эту машину вложено больше 600 Правда ли, что бывает даже наносят золото на машину? Да Ну, вот пример этого автомобиля Это вот полоса золотая Это сусальное настоящее золото Что значит внутри? Покажи самое интересное Опа! Вот он этот пульт Осторожно Это мой хороший друг делает Багбагет Багбагет? Да, он занимается пневмонной подвеской Делает пульты Ссылку дадим Пульт сделан по моим разработкам в пейнте Так, так Тут провод можно 6 метров провода 6 метров Это чтобы можно было вот так вот подойти к машине Понятно Управление каждым колесом Так Перед Лево Право Задняя часть автомобиля Как что-то пометить тебе нужно А я запомнил А ладно От чего это все питается? От аккумулятора машины? Да Их у меня два стоит Два аккумулятора? Да, два аккумулятора, один в багажнике В багажнике, один под капотом Так Они между собой соединены Что тут еще мы видим? Это Скажи, пожалуйста Ресивер Так Ресивер? Да, ресивер Куда накачивается, где скапливается воздух, хранится Накачивается над компрессорами Так Вот этими Соответственно За ним стоят клапана Так И Когда я нажимаю тумблер Так С вот этого Ресивера Воздух поступает уже в подушке На каждое колесо Перепробовали разные компрессора Пришли к выводу, что вот наши российские Беркут Цена-качество самая Беркут? Да То есть на Алиэкспрессе такого не закажешь? На Алиэкспрессе сейчас можно заказать Даже по нему подвеску можно заказать Так Покажи, как это все работает? Сейчас Я в детстве все это видел Да В детстве все это видел, да, в фильмах Так, так, так Что ты сейчас сделал? Я случайно нажал какой-то тумблер Так, так, так Вот, соответственно Ага Все это по продолжительности времени От запаса воздуха в ресивере Чем больше давления, тем она сильнее и выше подпрыгнет Блин Так А это нормальный звук? Да Да? Да тут нужна музыка специальная Руль ходит Ну понятно, потому что изменяется Рычаг же тоже ходит А что ты там капает и сейчас не знаю Это что? Это Волга капает Если с нее стучит ничего, значит у нее есть масло и все хорошо Значит она на ходу Перед тем, как завели машину, расскажи про ваш клуб, про бояр Можно ребят назвать, да? Парни, привет Еще раз Салют Так Твоя красная Правильно? А твоя вот Почему? Давай начнем с этого Почему такой выбор? Чего ты взял такую старую жабую машину? Расскажи, пожалуйста Эта машина делается для души, для удовольствия Потому что такого не было Машину в 22-м кузове никто не снижал, подвеску не ставил Такие переделки глобальные никто не совершал А у нас здесь сколько тебе? Мне 30 И ты прям вот Я купил 21-ю, когда мне было 18 Я на ней держу уже 12 лет Чем в обычной жизни вы занимаетесь, если не секрет? На работу ходите? Конечно Так, если не секрет, то кто чем занимается? Я ведущий специалист в работе с клиентами в компании Шереметья Уфи Ого! А ты? Я главный инженер в компании, кто занимается автоматизацией горных добычей Серьезно? И? А я главный инженер по композиционным материалам По стеклопластику или пластику? Так вы все серьезные люди Прокатимся? Стараемся, конечно Ребяшки, прокатимся Ребяшки, сейчас прокатимся Кстати Классная вещь, давно хотели вам показать Это новый ThinkBook 14 Редкий ноутбук, который нам приятно вам порекомендовать И вот почему Первое, это металлический корпус С таким хоть дорогой офис, хоть на заднее сиденье в Вологе Практично и приятно Дальше, это 5 Нет, вы не поняли 5 USB портов 3 стандарта, а также 2 USB Type-C Вот с этой стороны Начинка Новейший Intel Core i7 10-го поколения и до 3 терабайт памяти А также емкий аккумулятор и очень быстрая зарядка Четвертое, безопасность Шифрование данных Сканер отпечатка Ударопрочный корпус И клавиатура с защитой от жидкости Этот ThinkBook также надежен, как легендарный ThinkPad Но для тех, кто работает только из дома Камеры и микрофоны этого ноутбука оптимизированы для аудио и видеоконференций Ага, вот так нормально Lenovo ThinkBook 14 Классный и удобный гаджет, который нам приятно вам порекомендовать Специальная ссылка внизу Продолжаем дальше Поехали! Мне тут такое ощущение, что мы вот-вот ляжем брюхом Вот как сейчас Но мы не лежим, там чуть-чуть запас есть Но пневмоподвеска ставилась, чтобы не поднимать ее на каждой кочке А ехать низко Здесь сам прикол ехать низко Это можешь ли приподнять немножко? Или надо так прям ехать? Нет, надо так Надо так Конечно Вадим, где кондей? 25! Вот кондей Это кондиционер А можно, ты уже сделал максимум? Да На этой машине невозможно ехать вот 10 секунд спокойно проехать Замечают все Значит, все машут руками Очень громко Громко Вот это Да Очень громко Там народ Да Да Народ С такими глазами сейчас смотрел Сейчас у нас накачивается, да? Вот это вот Да Сколько занимает времени накачка? Два компрессора Пока холодный Довольно-таки быстро качают Там с нуля до 10 атмосфер Чего-то минуты 4 А это что у тебя еще за прибор? Это манометр на переднюю ось Каждую подушку сколько давления Это на заднюю Ага Хотя работает вообще тут все? Аваричка, да Фары есть Аваричка, работает В машине должно все работать Даже электроантенна выдвигается Ого Во-во-во-во То есть вот эта антенна, она заводская, электрическая Да Воторный довольно тяговит Да, хорошо идет Сколько ты разгонял максимум эту машину? Сколько можно? Вот ты видишь на спидометре и все мое 160 ты делал на лоурайдере? Да Скажи мне, это не единственная машина? Или еще есть какая-то более такая утилитарная? Ну нет, есть сейчас вторая машина Ну просто для каждодневной езды Если что там в магазин, по делам Еще куда-то Слушай, посмотри Kia Stringer тоже красная Вот у нас красная Волга Когда ты видишь рекламу новой Kia Stringer Что ты думаешь об этих машинах? Новых корейских машин? Они безликие Они без души Все же не могут ездить на районе? Ну конечно Конечно Но просто надо покупать Я все машины покупаю для души Вот когда вот лежит душа Вот И в машине должна быть душа А зимой как-то можно ее адаптировать на зимнюю езду? Ну Можно Но зачем? Машину жалко Реагент Если бы реагента не было Вот Как бы реагент он убивает кузов Придется его делать Слушай, дядька на стрингере Едет с нами уже по кругу Ну вот Ну да Вот бабушка там Вон, вишь, там бабушка и снимает Руль удобный? Очень Лучший? Конечно Я его даже менять не собираюсь Потому что он огромный, тонкий Как я люблю Просто вот в нем кайф Сколько максимальная скорость На которой она может прыгать? Ну вот как мы сейчас едем Кретро-соро Сейчас она может Да А можно что-нибудь нажму? Вот какой? Внутрь, да Внутрь это поднимешь морду Только не держи, а так чего? Один раз Да Опа Обратно? Да, только чуть-чуть Опускается Опа Я все правильно сделал? Да, да, все нормально Это, да? Да Вот мы сейчас здесь не заедем Придется сделать вот так Так, подняли Ну да Ну бывают места, куда реально не заедешь Слушай, мы шверкнули даже Хорошо Ух Зарковато Было круто Самое интересное Сколько нужно денег? Еще раз Чтобы человеку С желанием И какими-то базовыми знаниями По автомобильному делу Сказать, заиметь вот такую машину И вступить в клуб Если это можно Главное желание Главное желание гореть этим Чтобы вот это прям вот играло Вот прям хотелось Чтобы тебе это снилось Чтобы все мысли были заняты только этим Тогда будет дело Правильно ли я понял Что имея полмиллиона рублей Можно примерно Собрать И Волгу И Волгу И полмиллиона Это хорошая цена Когда мы увидим Волгу На трех колесах С искрами сзади С искрами сзади В ближайшее время На трех колесах Чуть попозже Чуть попозже Ждем, ждем, да? Будет Это машина Вот в ней идея На гидроподвеске ездить Вот я заложил это Значит я к этому Рано или поздно приду Вот будет она ездить На трех колесах Первое, что готовы Рассказать об этом Парни, спасибо Клуб Боярец Вам спасибо Респект Очень было интересно Все ссылочки внизу Обязательно подпишитесь Если вдруг задумаете Вступить в клуб Вот люди Которые могут помочь Вам это сделать Волга Лоурайдер Это было круто Спасибо, что посмотрели Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok